Всем привет! Все, кто более-менее следит за всем, что происходит в SCP, могли заметить, что один из известных в рамках фандома SCP художников, Санни Клокворк, взялась за рисование карт Таро на основе разных SCP объектов и просто штук из этой вселенной. Давно я подбирался к тому, чтобы сделать про это видео, и вот, видимо, пришло время. Тем более, что все поисковые запросы по SCP забиты сиреноголовым, а тренды обсуждением поправок, которые, очевидно, приведут к разложению правовой системы страны. Но мы тут не будем такое обсуждать, у нас тут вечные темы. На картах в своей колоде Санни Клокворк изображает различные штуки из мира SCP, и не просто так. Но чтобы понять, почему и что на них нарисовано, и что это за номера под рисунками, надо накатить немного истории. Большинство из вас знает о Таро как о картах, которые обычно оказываются в руках алчных гадалок, которые далеко не забесплатно готовы развесить мистической лапши на уши своему клиенту. Но первые карты Таро появились в руках тех, у кого денег было и так навалом. У богачей из итальянских городов-государств 15 века, которые очень любили играть в карточную игру под названием Трифони. Это название в английском языке трансформируется в привычное нам Таро. Состав колода для игры в Трифоне в разных странах был несколько разным. Обычно в колоду к игральным картам добавлялись дополнительные. Например, во Франции это были 22 карты, которые всегда считались козырями. Эти козыри и назывались картами Таро. В смысле те карты, которые нужно добавить в колоду, чтобы можно было играть в Таро. 22 французские карты называются Марсельским Таро и на сегодня считаются самыми каноничными. Правила Таро были весьма сложны. В игре вёлся подсчёт очков, а каждая карта имела свои уникальные свойства. Существуют официальные правила игры в Таро, которые опубликованы Французской Федерацией Таро. Также есть и множество менее популярных вариантов. Эта сложность, а ещё и то, что игра была популярна среди очень богатых людей, а в то время ещё чуть ли не половина таких людей состояла в разных мистических обществах. Это всё привело к тому, что сие занятие быстро обросло легендами и разными скрытыми смыслами. Каждая карта приобрела какое-то символическое значение, которое уже окончательно закрепилось в упомянутой Марсельской колоде. Учитывая, кто в такие карты играл, ставками в партиях могли быть целые состояния, а то и более важные вещи, карты буквально определяли судьбу. К середине 18 века, когда печатать картинки на картах стало не так уж и дорого, люди попроще придумали гадать на Таро. То есть пока сильные мира сего играли в Таро, те, кто такой силы не имел, гадали. Очень символично, как по мне. Прошаренные пацаны из тайных обществ посмотрели на это всё и сказали, что это фигня какая-то, и решили подтянуть ещё больше скрытых смыслов. В начале 20 века появляется Таро Тото от известного мистика Алистера Кроули, которые связались с мифологией Древнего Египта. Появились трактовки, связанные и с Кабалой, и многие другие. Но главное, это вышло Таро Райдера Уайта, которая была по сути переработанной и дополненной кучей мистических отсылочек, Марсельской колодой. К слову, Райдер – это не имя, как многие думают, а торговая марка, которая принадлежала человеку по имени Уильям Уайт. Этот человек владел издательством и кроме карт Таро также печатал романы про Дракулу. То есть выходит, что самые популярные карты Таро – это на 100% коммерческий продукт. При этом именно эту колоду можно увидеть у большинства гадалок и магов, что как бы намекает. Для простоты и краткости я буду называть Марсельскую колоду, ту, в которой играли аристократы и богачи оригинальной, а колоду от Райдера Уайта – коммерческой. Так будет яснее. У нас же в SCP колоду нарисовала Санни Клокворк, и в ней 22 карты, которые в основном соответствуют Таро Райдера Уайта, хотя по своему смыслу и символизму больше пересекаются с марсельскими картами. Посмотрим, что к чему. Нулевая карта в обеих колодах одинакова, и в игре считается самой могущественной. Она может побить любую другую карту, даже другую карту Таро. В разных вариациях правил игры она может позволять нарушать эти самые правила и получать всякие бонусы. В коммерческой колоде она зовется Дурак или Глупец, однако в оригинальных колодах называется Прощение. Дуракам везет, дуракам все прощается. Дураку закон не писан, потому иногда дурак может больше среднего человека, но он всегда идет к обрыву и заканчивает плохо. Буквально именно это на карте и нарисовано. Дурак, смотря в небо, бежит к обрыву. В колоде SCP он представлен объектом SCP-1915, тем самым офисным работником, который застрял в своей офисной рутине, не подозревая, что он обладает возможностью изменять реальность буквально как бы он того хотел. В рассказе о дополняющем этот объект под названием Звезды не ждут тебя. SCP-1915, осознав свою реальную силу, просто уничтожает свой мир, то есть приходит к тому самому обрыву, утаскивая в него и себя, и всех вокруг. После нулевой следует первая карта. В коммерческой колоде она называется маг. Маг одной рукой указывает на небо, другой на землю, что является распространенным философским и мистическим символом, отсылающим к спору древних философов Платона и Аристотеля, в котором один говорил, что первично идеальное, то есть идеи, а второй, что важнее материальное. На столе у мага символы стихий, что указывают на то, что маг для себя этот спор решил и овладел тайнами мироздания. Он соединил идеальное и материальное, потому стал, собственно, магом. Но оригинальная колода нашего мага разоблачает. В ней ситуация другая. Ведь это вовсе не маг, а уличный фокусник, который лишь удивляет публику ловкими руками, сложными иллюзиями и красивыми словами, что очень символично, учитывая, на какой смысл пытается претендовать первая карта из коммерческой колоды. В колоде по SCP также изображен маг, который так же, как и его коллега из коммерческой колоды, указывает жезлом в одной руке вверх, а другой рукой гладит оленя. Сама по себе карта ссылается на рассказ «Письма к пророку», в котором описывается аномальное явление, так и не получившее свой SCP-номер, и заключающееся в том, что в газетах время от времени появляется статья от лица некоего пророка оленя, который пытается казаться великим и могущественным существом, но у него это не слишком получается, по смыслу куда ближе к оригинальной карте. Олень сам по себе также может быть отсылкой на SCP-2845, который является очень грозным и страшным существом, так что, видимо, парень еще не совсем понимает, с чем заигрывает. Вторая карта в коммерческой колоде зовется Верховной Жрицей, которая сидит между колонн библейского храма Соломона. Эти колонны имеют символическое значение для многих тайных обществ, например, у масонов это символ выхода к свету для ищущего. Женщина, имеющая огромные власти, владеющая тайными знаниями, настолько крутая, что луна лежит у ее ног. Вот что нарисовано на этой карте. Впрочем, в оригинальном Таро все несколько проще, ведь карта называется Папесса, женщина, одетая как Папа Римский, и это отсылает к Папе Римскому Иоанну VIII, который оказался женщиной. Сама эта история про то, как женщина, прикидываясь мужчиной, и стала Папой Римским, не считается стопроцентно достоверной. Так или иначе, миф это или исторический факт, суть карты оригинального Таро в том, что это женщина, которая выдает себя за того, кем не является, что опять же очень классно пересекается с коммерческой колодой. Но в SCP-шной, это SCP-2999, на карте изображена Кловис, сущность из Смоленого убежища, которая выдавала себя за погибшего агента фонда Сару Кроули, что как бы намекает, что Sonic Lockwork довольно-таки неплохо разбирается в этих штуках. Сам объект очень классный, кстати, советую почитать, а еще лучше послушать на этом канале. Третья карта из коммерческой колоды, это Императрица. Женщина в короне, что символизирует власть. Вокруг нее цветет природа. Рядом лежит сердечко с зеркалом Венеры, женским символом, что говорит нам о том, что она плодородна во всех смыслах. Архетип Великой Матери, короче. Но в оригинальном Таро история снова чуть более прозаичная. На оригинальной карте мы видим женщину с классическими символами власти, скипетром и державой. Никаких отсылок к Венере и плодородию. Но если бы вы были дворянином 15 века, кстати, напишите в комментариях, если такие есть, вы бы заметили, что с ней что-то не так. Ведь держава, вот эта круглая штука, почему-то насажена на скипетр, хотя должна держаться в руке. Гербовый Орел должен быть у монарха на скипетре, но здесь он на щите. Так кто же перед нами? Это какой-то рыцарь? Или может разбойник? Но явно не правитель. В общем, женщина хоть и властная, но с ее властью что-то не так. Она скорее похожа на какую-то разбойницу или типа того. В SCP-шных картах это тоже обыграно. На карте изображена одна из девушек SCP-231, которая собирается родить Алого Короля, одного из самых страшных существ мира SCP. Идеальное, как по мне, изображение такой порченной власти. Похожая история из карты номер 4. Это Император. Император в коммерческой колоде сидит на троне черепов, правда бараних. Так что это отсылка не к Вархаммеру, а к богу войны Марсу. Это определенно властный, агрессивный и статусный человек, что подчеркивается тем, что он держит в руке шар. Шаровидные предметы, которые держит в руке монарх, традиционно символизируют то, что он управляет миром. В другой руке он держит анг, древнеегипетский символ жизни. Он держит мир и всю жизнь в нем в своих крепких руках. Но и снова в оригинальной колоде все несколько по-другому. Мы видим человека все с теми же символами, как бы порченной порочной власти. Такие же, как у императрицы. Да еще и штаны у него какие-то шутовские. В общем, на этой карте мы видим не самого уважаемого человека, дорвавшегося до власти. Подобной связи придерживается и Санни Клокворк. Ведь четвертая карта в ее колоде это сам Алый Король. Злобная страдающая сущность, которую собирается принести в наш мир SCP-231. И которая, по одной из версий, считается настоящим SCP-001. Это, конечно, не совсем то же, что и на картах Таро. Но связь прослеживается. На пятом месте... А ну да, это не такое видео. Пятая коммерческая карта это Иерофант, то есть Верховный Жрец. Карта набита множеством довольно однозначных символов, указывающих на то, что перед нами человек, являющийся мостом между нашим бренным миром и Раем. Особенно явно на это указывают скрещенные ключи у его ног, ключи от райских врат. Представитель Рая на Земле, как-никак. Впрочем, оригинальная карта зовется не модным греческим словом, а более простым. Оригинальная карта называется Поп. Поп весьма упитан. На нем есть символы не только духовной, но и светской власти. Вся его внешность говорит о том, что он больше интересуется мирскими делами, чем всеми прочими. И вот эти различия между гламурными картами для гаданий и теми, в которые играла аристократия, мне нравятся все больше и больше, если честно. В SCP же у нас в колоде это место занимает изображение Роберта Бумара, одного из лидеров церкви разбитого бога. Той самой группы из вселенной SCP, которая строит бога из машины и связана со многими механическими SCP-объектами. В принципе, логично. Жрец, который больше думает о мирском. Вернее, о механическом. Почему бы и нет? Шестая коммерческо-гадательная карта изображает любовников. Как бы так сделать, чтобы YouTube 18 Plus не повесил и не пришел Роскомнадзор? Ну, вот как-то вот так. Тут мы видим очевидный библейский сюжет. Адам и Ева в райском саду и святой дух, носящийся над ними. Слева виднеется древо познания со змеем-искусителем, что по всей видимости говорит нам о том, что в любви есть и запретный плод. Где шипы, там и розы. Вот это все. Но погодите-ка. В оригинальной колоде карт перед нами три человека. Мужчина и две женщины. А Купидон на небе слеп, что как бы намекает, что между ними образовался любовный треугольник. На этой карте мы видим, что любовь этих троих человек зла. А сама карта говорит нам о том, что драма неизбежна. Впрочем, на этот раз SCP оказался ближе к коммерческой версии Таро. Ведь тут перед нами агенты Сары Кроули и Стюарт Хейвард. Отношения которых проходят через целую серию объектов SCP. В сюжетной ветке Смоленова убежища. А учитывая многочисленные отсылки на библейские сюжеты в самом убежище, сходство с райдеровской картой становится еще сильнее. Первое очко в пользу Гриффиндора, в смысле Райдера Уайта. Под номером 7 находится довольно простая штука. Колесница с воином. Воин настолько крут, что запряг в колесницу сфинксов. На гербе у него масонский символ, означающий самоконтроль. А еще у него крутая корона и модные доспехи. В оригинальных картах достаточно посмотреть на его лицо. Видно, что он знает, как жить. Парень с таким лицом не может, не знает, что к чему. Скучные карты, скучный объект. SCP-580. Этот объект, кстати, существует чуть ли не с основания сайта. Но так и остался практически никем не замеченным. Называется он Небесная колесница Циши Хуанди. И представляет собой шар с палубой, летающий где-то около Луны. Цифра 8 также не предлагает нам ничего интересного. Кроме того, что нумерация коммерческого Таро и оригинального тут расходятся. В первом тут сила, а во втором справедливость. Но для цельного повествования из оригинальной я тоже возьму силу. Которая там имеет номер 11. Сюжет обеих карт в том, что женщина мучает бедного льва. Который физически сильнее ее. Но она как бы сильнее духовно, потому он ее не кусает. В более древней версии этой карты, женщина еще и придерживает рассыпающуюся колонну. А лев просто офигевает от ее крутости в сторонке. В SCP эта карта представлена еще одним малоизвестным объектом. SCP-2091. Медведь и его внучка. SCP-2091 это статуя медведя, которая способна оживать для защиты одной конкретной женщины. Эту аномалию создал человек из организации SCP-DLine-Zmei. Для защиты маленькой девочки. Вроде как это полностью противоположное тому, что изображено на карте. Ну да ладно. Закончу, пожалуй, это видео довольно интересной картой, которая имеет номер 9. Отшельником. В Вайтовской колоде он изображен в виде старца, который идет через горы, неся перед собой лампу. Отличия от классической версии немного. Тот же старик с лампой, освещающий свой одинокий путь через мрак. В мире SCP он представлен интересным персонажем. SCP-1440. Старик из ниоткуда. Тот самый старик, который гуляя по миру, невольно приносит разрушение и смерти. Потому старается держаться подальше от людей, странствуя по пустыням и горным регионам. Из рассказов о нем мы знаем, что он выиграл в карты свою жизнь у трех лордов смерти. И потому является бессмертным существом. Но на этом он не остановился. И кроме того, получил от них особую колоду карт, которая может влиять на судьбы. Кто знает, может это и есть отсылка на те Таро, в которые играли знатные люди 500 лет назад. Про него, кстати, тоже видео было. А еще в начале я упомянул, что у игры Таро есть свои правила. Внезапно они есть в русскоязычной википедии. Можно изучить, потом прийти к гадалке, обыграть ее Таро и, не знаю, забрать ее душу, например. Как вам вообще такая тема? Если понравится, сделаю вторую часть про остальные карты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok